Типичные схемы мошеннических действий. Этой теме участники очередного заседания этноконфессионального совета Заречного уделили особое внимание. Ежедневно десятки жителей Пензенской области становятся жертвами мошенников. В основном граждан обманывают при помощи телекоммуникационных систем связи. В сети интернет на сайте Авито нашел объявление о продаже автомашины Гелендваген. Перечислил за даты к 95 тысяч рублей. Понятно. Машину не получил. Объявление снято. На связь не уходит. Так и далее. В контакте получает сообщение от своего знакомого. Сообщи мне пожалуйста данные своей банковской карты. Сообщил соответственно в том числе больше чем номер банковской карты который на лицевой стороне. У него со счета было списано 16 тысяч рублей. Нашел объявление о продаже мотоблока. Сделал предоплату. С концами деньги ушли. И это лишь малая часть сводки всего за один день. Мошенников не останавливает ни возраст, ни статус жертвы. Их единственная цель – быстрая нажива. Недавно всех накоплений лишилась женщина-инвалид, которая пыталась с помощью интернета трудоустроиться. Единственный способ защититься от злоумышленников – быть внимательными при совершении операции с банковскими картами и не перечислять предоплату за интернет-покупки, если не уверены в добросовестности продавца. Участники этноконфессионального совета обсудили и реализацию в Заречном проекта «Слава Созидателям». В его рамках создано порядка 700 видеороликов о горожанах, внесших большой вклад в развитие города и атомной отрасли. Мы не заканчиваем проект «Слава Созидателям». Сейчас госкорпорация внесла изменения, он будет идти в новом формате, но все так же его основная цель – это сохранение биографии, опыта, трудового пути, жизненного пути людей, которые много сделали для Заречного, которые долго живут в Заречном и на жизненной истории которых может учиться подрастающее наше поколение. Участники совета познакомились с планом мероприятий, посвященных Дню народного единства. 4 октября в 10 утра на площади Ленина начнется праздничный митинг. В полдень в городском парке и у Дома культуры дружбы состоятся развлекательные программы. В 16.00 горожан ждут во Дворце культуры «Современник» на дегустацию национальных блюд, мастер-классы и праздничный концерт. Завершит День народного единства «Ночь искусств» в музейно-выставочном центре и молодежные программы в Центре здоровья и досуга и ровесники. Кроме этого, 4 ноября после праздничной литургии в Заречном пройдет крестный ход.